Писатель Виталий Носков прошел тяжелые испытания военной журналистикой. В 90-х он побывал во многих горячих точках страны, находился в длительных командировках в Чечне и Дагестане, участвовал в спецоперациях в составе СОБР. Пройти все опасности ему помог образ преподобного Далмата. Надо помнить, что преподобный Далмат до 50 лет был воином, а потом стал миротворцем. Что он пришел на эти земли для того, чтобы умиротворить край. Ибо здесь в 17 веке были серьезные боевые столкновения. Калмыки дрались с сибирскими татарами, сибирские татары дрались ногаями. Потом они нападали на русские крепости. А потом набеги прекратились, потому что сам облик Далмата, бывшего воина, который не хотел больше воевать, который хотел мира, который хотел, чтобы люди жили в дружбе. В общем-то, этот человек все сделал для этого. Первое знакомство с монастырем произошло у Виталия в 1987 году. Увидев, в каком состоянии находится монастырь, он с группой единомышленников стал прикладывать все усилия для того, чтобы обитель вновь стала действующей. Далматово и Далматовский монастырь – это наша с вами культурная родина. Потому что первая иконописная мастерская была создана в Далматовском монастыре. Первая школа была там. Первая лекарская келья была там. Первая богодельня для увечных монахов была там, в Далматово. Вы должны всегда это помнить и знать, потому что из маленького ручейка появляется то большое пространство, в котором мы сегодня с вами живем. И я особенно обращаюсь к молодежи, чтобы они знали это и помнили. Во время военных командировок у журналиста была повреждена рука. Далматовский монастырь дал ему новые силы и здоровье. Немало людей получили там оздоровление. Вот у меня после Приднестровской войны очень болело левое плечо. В Чечне я себе добавил еще болезней. А когда пришел после Первой Чеченской войны и приложился к мощам Далмата, я просто почувствовал, как вот эта больная рука просыпается, как пошла какая-то светлая волна выздоровления. Это на всю жизнь осталось в моей памяти. Виталий Носков видит большую пользу в набирающем силы проекте «Россия-10» и призывает земляков поддержать монастырь своими голосами. То, что началось сейчас, новая волна интереса к Далматскому монастырю. Это очень здорово, это очень важно для края, потому что, если мы все проголосуем за то, чтобы Далматовский монастырь вошел в первую пятерку или в первую десятку памятников Российского Отечества, это значит, что государство обратит самое пристальное внимание на проблемы Далматовского Успенского монастыря. Напоминаем, что проголосовать за Далматовский монастырь вы можете на сайтах 10Russia.ru и 10Russia.RF, а также отправив СМС-сообщение на короткий номер 1880.